В музее заповедника Горки Ленинский открылась выставка, посвященная выдающемуся командующему Черноморским флотом Фёдору Ушакову. Примечательно, что Фёдор Фёдорович не потерял в боях ни одного корабля и ни один его подчинённый не попал в плен. Он провёл 43 крупных сражения и не потерпел ни одного поражения. Уникальность экспозиции в том, что здесь представлены редкие документы, карты боёв и фотографии наград. Нам очень приятно, что всё происходит именно у нас в музее заповедника Горки Ленинский. Мы трепетно относимся к историческому наследию нашей Родины. В рамках выставки состоялся конкурс художественных работ. Ребята старались показать основные вехи жизни великого человека. Адмирал Ушаков прощается с морем. Таким изобразила его Настя Куликова и заняла первое место. Когда я рисовала эту работу, я думала, сделаю её в монохромных цветах. Море, небо. Я рисовала самого Ушакова. С людьми обычно не получается, а тут у меня всё как по маслу пошло. Было приятно рисовать. И были очень, не забывая, эмоции от этой выставки. Каждый раскрыл для себя личность Фёдора Ушакова с новой стороны. Величайший командующий последние годы своей жизни посвятил благотворительной деятельности. И в 2004 году Русской Православной Церковью был причислен к лику святых, как праведный воин Фёдор Ушаков. Личность до сих пор недооценена. Вот как-то так в России. И такие выставки, они уникальны в своей истории. Тем, что берут исторический сюжет, да, и дети проникаются жизнью такого великого флотоводца, как Фёдор Ушаков. И воплощают свои, реализуют свои мечты в своих картинах. В этом проекте удивительно сочетались исторические события с детским творчеством. И именно в таком формате, удобном и понятном для подрастающего поколения, можно приблизиться к значимым личностям и событиям нашей страны. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Продолжение следует...